Когда мы с вами составляем резюме, мы в первую очередь вписываем в него свои профессиональные навыки, программы и сервисы, которыми мы владеем, функционал, который мы выполняли, роли, которые играли в команде. И, конечно же, это очень важно, и работодатели в первую очередь смотрят на наши профессиональные навыки, на hard skills. Но есть и другая группа навыков, которая не менее, а то и более важна. Мы можем назвать их гибкими навыками или soft skills. Эти навыки очень и очень разнообразны, очень обширны. Они говорят и о том, как правильно коммуницировать, и о том, как правильно управлять информационными потоками, о том, как понимать собеседника и считывать его эмоции. Поэтому гибкие навыки нужны в совершенно разных сферах, не только в профессиональных, не только в вашей работе, но и для построения личных отношений, для образования, для того, чтобы заниматься своим хобби и жить яркой и полноценной жизнью. В общем, soft skills нужны для того, чтобы выживать в неопределенном, нестабильном, сложном и неоднозначном мире, как мы говорим, в лукомире. Иногда я слышу мнение о том, что soft skills довольно сложно измерить, довольно сложно диагностировать и понять, какие именно навыки развиты у человека. Но я с этим мнением не согласна. Всегда можно понять и посмотреть, какие группы навыков развиты сильнее. Всегда можно подобрать такие упражнения и тренинги, которые помогут развить те или иные ваши сильные и слабые стороны. В общем и целом, soft skills нужны каждому человеку во всех областях жизни. И именно эти навыки мы предлагаем вам развивать вместе с нами.